OBD2 код неисправности техническое описание, цепь датчика положения дроссельной заслонки, переключателя C прерывистая, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется ко всем более новым автомобилям 1996 года, Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda и т.д., хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели. Исходя из своего личного опыта, я обнаружил, что сохраненный код P0229 означает, что модуль управления трансмиссией, PSM, обнаружил прерывистую неисправность в цепи для цепи датчика положения дроссельной заслонки, C. TPS обычно представляет собой датчик типа потенциометра, который завершает цепь опорного сигнала 5 Вольт. Механизм TPS приводится в действие с помощью удлинителя вала дроссельной заслонки или специально разработанного язычка на датчике. Когда дроссельная заслонка открывается и закрывается, контакты в датчике перемещаются по печатной плате, изменяя сопротивление датчика. При изменении сопротивления датчика напряжение цепи TPS колеблется, PSM распознает эти колебания как различные степени приведения в действие дроссельной заслонки. PSM использует сигналы входного напряжения от TPS для расчета времени подачи топлива и зажигания, он также использует входные данные TPS для контроля потока всасываемого воздуха, содержания отработанного кислорода, функции рециркуляции отработавших газов и GR и процента нагрузки двигателя. Если PSM обнаруживает определенное количество прерывистых или ошибочных сигналов от TPS в течение установленного периода времени и при запрограммированном наборе обстоятельств, будет сохранен код P0229 и может загореться индикаторная лампа неисправности, MIL, серьезности симптомы, TPS играет важную роль в управлении двигателем, поэтому хранимый код P0229 должен быть обработан с некоторой степенью срочности. Симптомы кода P0229 могут включать в себя, нерешительность при ускорении, черный дым от выхлопа двигателя, особенно при запуске, задержка запуска двигателя, особенно при холодном запуске, снижение эффективности использования топлива, сохраненные коды выбросов могут сопровождать P0229 Причины, возможные причины для этого кода двигателя включают в себя, дефектный или неверно настроенный TPS, разомкнутая или замкнутая проводка или разъемы TPS-C и квот, обвязка или поврежденная дроссельная заслонка, плохой PSM или ошибка программирования PSM, диагностические и ремонтные процедуры, Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Обычно я использую диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVO-M и точный источник информации об автомобиле AllData DIY, для диагностики кода P0229 Успешная диагностика обычно начинается с визуального осмотра всей проводки и разъемов, связанных с системой, мне также нравится проверять дроссельную заслонку на наличие признаков коксования или повреждения углерода, при необходимости отремонтируйте или замените неисправную проводку или компоненты, затем снова проверьте корпус дроссельной заслонки и TPS Подключите сканер к диагностическому разъему, восстановить все сохраненные коды неисправности и записать их для дальнейшего использования, я также храню любые связанные данные с топ-кадра, мои заметки часто полезны, если сохраненный код оказывается прерывистым, далее я бы очистил коды и провел тест-драйв автомобиля Продолжите диагностику, если код сброшен, если оно не сброшено, состояние может ухудшиться, прежде чем будет поставлен правильный диагноз, управляйте автомобилем в обычном режиме, пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен Продолжайте, проверяя бюллетени технического обслуживания, TSB, которые относятся к конкретной неисправности и транспортному средству, о которых идет речь, обращаясь к источнику информации о вашем транспортном средстве Если применимо, используйте информацию, содержащуюся в соответствующем TSB, чтобы помочь с вашим диагнозом, PSM могут быть особенно полезны при диагностике прерывистого состояния Поток данных со сканера может дать полезную информацию, касающуюся сбоев и несоответствий в датчике положения дроссельной заслонки Если вы сузите поток данных сканера для отображения только соответствующих данных, вы получите более точный ответ на данные Если глюков не обнаружено, используйте DVOM для проверки TPS Использование DVOM дает вам доступ к оперативным данным Если соответствующие измерительные провода подключены к заземлению и сигнальным цепям, наблюдайте за дисплеем DVOM, одновременно управляя дросселем Посмотрите на глюки напряжения Когда дроссельная заслонка приводится в действие медленно из закрытого положения в широко открытую дроссельную заслонку Напряжение обычно колеблется от 0,5 В при закрытой дроссельной заслонке до 4,5 В при полностью открытой дроссельной заслонке Если обнаружены глюки или другие несоответствия, подозревайте, что тестируемый датчик неисправен или неправильно отрегулирован Дополнительные диагностические заметки, если TPS был заменен, а P0229 продолжает сохраняться Обратитесь к источнику информации об автомобиле, чтобы узнать характеристики регулировки TPS Используйте DVOM, с тестовыми проводами, подключенными к заземлению и сигнальным цепям, для точной настройки TPS Продолжение следует...